Всем привет! Сегодня хотел бы небольшой ролик записать о том, как проходят дела с сельской ипотекой. А то в прошлый ролик набрал в принципе комментарии и вопросы были, сейчас хотелось бы на них немножко поотвечать. Ну, по информации, которая известна обычному человеку. Наверное, только поэтому вы и смотрите эти ролики. Итак, по поводу этой самой ипотеки. Да, ее выдают. Выдавали 3 августа в Сбербанке. Сейчас 5 августа закончили ее выдавать. И теперь выдают в Минсельхоздалтранш для Россельхозбанка. Его сейчас тоже выдают. По информации от зрителя, который меня смотрел, ему 24 августа все одобрили и предоставили. Соответственно, начали ее выдавать раньше. Что я понял для себя по этому моменту? Нужно звонить в банк и выяснять, есть сейчас или нет. Мне сказали следующую информацию в банке. Что на сайте разместят информацию о том, когда начнется снова выдача. На каком сайте, непонятно. Я искал на сайте Минсельхозразвития информацию, я ее не увидел. Если кто ее нашел, оставьте ссылку, пожалуйста, в комментариях. И второй момент по поводу сайта Россельхозбанка. Я искал эту информацию на сайте Россельхозбанка и я ее там тоже не увидел. Я не знаю, где ее смотреть. Может быть, я плохо смотрю. Но вот как обычный пользователь, я то зашел, посмотрел, набрал в поиске и мне не выдал никакой информации. Посмотрел новости за последние несколько дней и там не было информации. Так вот вопрос. Плохо работает пресс-релиз-центр или я такой несообразительный, не пойму, где это все смотреть. Следующий момент по поводу оформления документов. Если вы оформляете документы на дом и потом решили, что вам дом, пожалуй, не нужен, вы хотите взять строительную организацию, которая вам будет заниматься застройкой, то вам не переоформят документы, просто так вот по щелчку это не получится сделать. Нужно будет переоформлять полностью документы, потому что это будет другая цель этого кредитования. Поэтому имейте это в виду. Следующий момент, который я выяснил, он касается одобряемости. Если у вас есть какой-то целевой дом, который вы уже нашли, в котором все нормальные документы, то кредит вам одобрит быстрее. Это я узнал от сотрудника банка. Но как бы сотрудники банка могут предоставлять не совсем достоверную информацию, поэтому я не знаю, насколько я ей верю, но такую информацию мне сказал человек из колл-центра, который ко мне обращался по поводу проверки документов. Еще один важный нюанс. Когда вам говорят, что будет срок рассмотрения заявки вашей 10 дней, это не так. Везде информация разная. И, соответственно, когда мы сходили в банк, нам сказали такой срок. Уже давно 10 дней прошло с того момента, как мы выпустили ролик, мы его выпустили в тот же день, как сходили в банк. Но позвонили нам с колл-центра и попытались со мной провести проверку. Я подумал, что это какие-то мошенники, не стал отвечать им на вопрос. Сказал, ну идите вы в баню, я позвоню сначала в банк, уточню вообще, есть ли такие люди, вообще должны ли прозвонить. Потому что меня не предупреждали, что будут звонить в банк и спрашивать мне разные вопросы, задавать по поводу моего даты регистрации, серия паспорта и тому подобное. По итогу я позвонил в банк, вернее, жена у меня позвонила в банк и прояснила информацию, что да, такое есть, они будут прозванивать. Нам позвонили уже через примерно дней 5, после того, как мне сделали первый звонок. И оказывается, дата отсчета идет с того момента, как вам сделали звонок. И 10 дней это не факт, это может быть и больше. Поэтому, чем быстрее вы ответите на эти вопросы и не пугайтесь, в общем, вам звонить будут. Поэтому, если вы все еще не подали заявку на сельскую ипотеку, пожалуй, стоит это сделать, составьте нам конкуренцию, станьте одним из тех людей, которые подают заявки. Потому что от количества заявок, поданных на эту программу, возможно, правительство поймет, что есть интерес у людей. И, возможно, они выпустят еще больше денег на то, чтобы люди покупали себе землю и дома в сельской местности. Поэтому поддерживайте, активно подавайте заявки. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, не понравилось, дизлайк. Всем пока!